Одной из заметных особенностей ЕГЭ в этом году стал значительно усилившийся контроль за школьниками выпускных классов во время сдачи единого государственного экзамена. Во-первых, как и раньше, ребят приводят из других школ. Например, в 11-й школе, в которой работала наша съемочная группа, собрались выпускники из 10 различных образовательных учреждений города. Уже на ступеньках им объяснили, что телефоны и другие электронные устройства будут на время проведения экзамена изъяты. Далее в фойе школы у ребят проверили паспортные данные. Затем в коридоре выпускники проходят через установленную накануне рамку металлоискателя. И уже только после этого попадают в классы. Здесь сдающих экзамен ребят рассаживают по одному за парту. Но и это еще не все. Во время проведения единого государственного экзамена за всеми действиями школьников и учителей наблюдает видеокамера. Дети проходят двойной контроль. Это паспортный контроль и проходит контроль через металлодетектор. Это позволяет не допустить в пункт проведения экзамена детей с мобильными телефонами и с другими какими-то средствами электронно-вычислительной техники. Напомним, в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ по 14 общообразовательным предметам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова